приветствую вас на своем канале сегодня хотелось бы уделить внимание такой теме как и что такое макроанализ насколько макроанализ риски важны для определения и в конце видео рассмотрим и небольшой примеры что как это на самом деле итак для начала что такое этот макроанализ и для чего он так важен для принятия нашего решения фундаментальный анализ начинается с анализа макроэкономических новостей и показателей следовательно для того чтобы правильно понять и отследить ситуацию необходимо познакомиться со структурой видами и влияниями этих факторов новости могут быть нескольких видов случайные неожиданные и ожидаемые случайным и неожиданным новостям можно отнести такие события как политического и природного характера гораздо реже экономического а к ожидаемым мы можно отнести новости экономического иногда политического характера итак давайте немного подумаем как эти факторы могут повлиять для нас различные внешние факторы глобального уровня могут сильно повлиять на саму экономику и стабильность в общем к глобальным факторам можно отнести продовольственную сырьевую и энергетическую проблему охрана окружающей среды предотвращение отсталости развивающихся к странам мировое освоение космоса а также и ликвидацию опасных болезней и предотвращение ядерной мировой войны ну думаю самый хороший и понятный фактор в качестве примера будет для всех понятен и ситуация с к в 19 ведь и данный фактор сильно повлиял на всю экономику во всех странах мира в это время остановились как мы знаем многие предприятия люди теряли работу не было производительности именно на такие моменты и стоит обращать и свое внимание при анализе а теперь давайте рассмотрим и как это все выглядит на примере макроанализа и рисков в такой стране как индонезия мы все знаем индонезия это островное государство в южно-восточной азии расположенная на многих островах государство занимает довольно большую территорию почти два миллиона квадратных километров население составляет на двух тысяч двадцатый год двести семьдесят шесть миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят четыре человека занимая четвертое место в рейтинге самых густонаселенных стран основная религия является исламом исповедуют и 88 процентов населения размеры ввп на текущее состояние 2019 года оценивалась и вы 11 триллионов долларов сша устойчивый рост наблюдается с начала двухтысячных годов небольшим кризисным годом который был в двух тысяч пятнадцатом году ну а теперь а сам самих и глобальных и макроэкономических рисков индонезии которые оцениваются самые главные в двумя факторами это кризис здравоохранения и энергетический кризис немножко подробнее каждому пункту кризис здравоохранения 28 сентября 21 года только 18 целых три десятых населения это то есть 49 и 6 миллиона человек были полностью вакцинированы доля тех кто получил хотя бы одну часть вакцины несколько выше 32 и 7 целых десятых процентов то есть восемьдесят восемь с половиной миллиона человек по уровню смертности страна занимает седьмое место это создает серьезные проблемы для функционирования промышленности и финансовых институтов вот этот вот и как раз и есть немаловажный фактор рисков которые я говорил выше про ситуацию с и к в 19 как она может повлиять на всю эту ситуацию и второе это энергетический кризис сегодня в мире начинает разворачиваться энергетический кризис как мы знаем из последних новостей по китаю особенно которые уже запрещают майнинговые установки все закрывают заводы так как надвигается зима и который был спровоцированной холодной зимой и жарким летом этого года что привело к увеличению потребления на электроэнергии а ситуация с третьими с третьим и энерго пакетом газовые директивы в евросоюзе который блокирует работу трубопровода северный поток 2 не позволяет быстро остановить дефицит газов это привело к тому что цены на энергоносители газ уголь нефти и прочие начали стремительно расти учитывая что 87 и 2,1 электроэнергии в стране вырабатывается именно с помощью этих энергоносителей существует риск резкого повышения цен на электроэнергию стране или верного отключения электроэнергии как это уже делалось как я уже говорил в китае ситуация может ухудшиться если в мире наступит холодная осень и зима соответственно если учитывать эти факторы то в экономическом развитии могут быть и значительные изменения которые нам обязательно надо знать и учитывать на региональном уровне что касается то тут и рост торгового влияния нр на индонезию в 2020 году товарооборот между двумя странами достигнет уже 78 с половиной миллиардов долларов увеличившись на 10 процентов несмотря на кризисный год более того объем китайских инвестиций в индонезию достиг 4 8 миллиардов долларов вполне может увеличиться в этом году но это косвенно указывают переговоры членов ассоциации государств юго-восточной азии с министром китая летом 2021 года таким образом китая оказывает все большее и большее влияние на эту страну очевидно что в ближайшее будущее китайские власти попытается изменить и экономическую привязку страны с доллара на юань развитие китайской цифровой валюты и запрет на любые транзакции с криптовалютами внутри китая может спровоцировать переход центральных банков на цифровые платежи и привести к обращению криптовалюты в теневую экономику и на странном уровне это межнациональные и межрелигиозные конфликты в индонезии существуют силовые религиозные религиозные и этнические разногласия которые постоянно провоцируют серьезные инциденты такие как и кровавая резня этнических китайцев в джакарте 98 года или аналогичные погромы христиан на севере страны в стране также действуют подпольные террористические организации с которыми правительство находится в состоянии перманентной войны все это ухудшает и деловой климат в стране отпугивая привлекающих агентов со всего этого технического анализа макроанализа по индонезии как мы уже видели можно выделить несколько основных пунктов на которые нам обязательно надо обращать внимание это на здравоохранение энергетический кризис и региональные уровень и о том как и ведет себя китай по отношению к индонезии всего этого сразу видно что есть и много нюансов которым надо присмотреться прежде чем мы какие будем делать и какие-то кредитования или подобные этнице на этом мы обзор закончим подписывайтесь на мой канал на мой телеграм-канал все ссылки оставлю в описании под видео всем спасибо за внимание всем пока пока